Театр, театр, как много значат для нас порой твои слова. И разве может быть иначе? В театре жизнь всегда права. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, 27 марта 2022 года, мы с радостью приветствуем всех поклонников муза Мельпомена во Дворце культуры имени Лепсия на закрытии 10-го юбилейного фестиваля ВИКСА Театральная! И в этом году, как никогда, ВИКСА вновь стала самым театральным городом. За театральную неделю наши зрители, более 2000 зрителей, посмотрели много взрослых детских спектаклей, которые на ваш суд представили самодеятельные театры городского округа города ВИКСА, Навашино, Мурома, Кулебаб и города Москвы. Спасибо вам за этот теплый прием! Ну а сегодня, дорогие друзья, мы поздравляем всех. Всех, кто причастен к этому великому искусству театра. И вас, дорогие зрители, с Международным Днем Театра! ВИКСА Театральная Она всегда такой была, начиная с крепостного театра, который организовали братья Баташовы практически одновременно с тем, когда создавали здесь свои первые металлургические заводы. Театр был известен всей богемиям Санкт-Петербурга, Москвы. Знаменитая пьеса Сухого Кобылина «Свадьба Кричинского», написанная здесь, на ВИКСе. В советские времена самодеятельные театры в нашем дворце, во дворце Ленина, во всех клубах ставили русскую классику, пьесы из советских современных драматургов. В театрах занимались металлурги, учителя, медики, просто рабочие, дети, взрослые. И возглавляли их все эти годы замечательные, великие режиссеры. И в 60-е годы прошлого века самодеятельный театр в ИКСе, творца культуры Лепсия, возглавлял Амар Девишев. Им было поставлено много интересных, замечательных пьес. Пьес, одна из них «Иркутская история» Арбузова, этой пьесе в этом году исполняется 60 лет, именно под его руководством. Самодеятельный театр в ИКСе был удостоен самой высокой награды и звания для самодеятельных коллективов, звания «Народный театральный коллектив». И в этом году исполняется 60 лет со дня присвоения в Иксенскому театру звания «Народный». Вот такие красивые даты. Сколько замечательных режиссеров, сколько талантливых актеров выступали на наших сценах и дарили вам, зрителям, свое творчество. Сколько они для себя взяли, для своей жизни, благодаря этим сценам, благодаря этим замечательным режиссерам. И до сих пор, до сегодняшнего дня, актеры нашего театра на ИКСе с гордостью несут это звание «Народный». Внимание на экран. В нем город, как город, и люди, как люди вокруг. Но вечер приходит, и все изменяется вдруг. На лица актеров кладет он таинственный грим. И гамлет страдает, и снова поет лоин-грим. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно, мы новый фраг. А красот свечи уйдет львов, Но этот вечер вернется вновь. Опять корабелы привозят рабов и медов, А в ту гавань, что греблет на дне океана давно. И вновь слышен голос бессмертной и гордой любви, Что схожа с планетой, еще не открытой людьми. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно, мы новый фраг. А красот свечи уйдет львов, А красот свечи уйдет львов, Но этот вечер вернется вновь. Нельзя в этом мире пройти, не оставив следа. И вечер волшебник запомнит нас всех навсегда. И новые люди в далекой неведомой мгле, Когда нас не будет, Нас будут играть на земле. Ах, этот вечер, лукавый мак, Одет и вечно, мы новый фраг. А красот свечи уйдет львов, Но этот вечер вернется вновь. А красот свечи уйдет львов, В Paper Mattel ПЕСНЯ Актеры и режиссеры народного самодеятельного театра «Викция» разных лет! Здравствуйте! С праздником вас, дорогие друзья, дорогие коллеги! Я думаю, что впереди у нашего народного театра еще очень много постановок и количество театральных коллективов с каждым годом в разных учреждениях культуры будет все больше и больше счастья, здоровья, творчества! С праздником! Последние десятилетия, помните, и зрители спектаклей, и, конечно же, для актеров, для каждого из нас, кто участвовал в этих постановках, они незабываемые! И имя народного театра, конечно же, ассоциируется с такими замечательными режиссерами! Надежда Курицына, Татьяна и Александр Волковы, Николай Андреевич Пивиков, Нина и Сергей Холодовы! Сегодня завершается 10-й юбилейный фестиваль. Сегодня мы отмечаем 60-летие со дня присвоения нашему театральному коллективу в их созвание народное. И ровно 10 лет назад его возглавил Сергей Куликов! Спасибо! Я очень рад, что здесь собрались сегодня зрители, что пришли чествовать народный театр, пришли в этот храм. Я всегда говорил, что театр – это мир особый, мир творчества, мир радости. Я очень рад видеть вас всех сегодня. Спасибо! С этой знаменательной датой коллектив народного коллектива театра на Выксик поздравляет директор творческо-досугого объединения городского округа города Выкса Татьяна Николаевна Козина, заместитель директора по творческо-методической работе творческого досугого объединения Татьяна Владимировна Демкина. Мы приглашаем вас на сцену. Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие друзья! Сергей Анатольевич, вас, вам, поздравляю вас и ваш коллектив с вашим юбилеем. Желаю вам дальнейших успехов, чтобы всегда у вас были новые идеи в воплощении их в жизнь. Ну а самое главное – это, наверное, благодарных зрителей и аплодисментов. Вручается Тритонову Юрию за большой личный вклад в сохранение развития культурных традиций городского округа города Выкса и активное участие в деятельности народного театра. АПЛОДИСМЕНТЫ Кожикин Андрей АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приглашаем на эту сцену Круглову Викторию! АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Маклеевна Тишкевич Елена Маклеевна АПЛОДИСМЕНТЫ Борунова Антонина Алексеевна. 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 Самое дорогое, что у нас есть в ДК, и самое дорогое, что есть в культуре нашего округа, это самодеятельные артисты, это кладезь. От всей души поздравляю всех с Днем Театра. Театр, как сказал великий мистификатор, писатель Николай Бога, это такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра. Да, Сергей Анатольевич это режиссер, который говорит только добро. Он ставит на сцене самые смелые и самые интересные постановки. Это военная тематика, которая для меня всегда была самой сложной. Это классика, это современность. И еще заслуга режиссера в том, что в его спектакле играют совершенно разные по возрасту, подходы, по занятости, по стилю артиста. Он объединяет всех, потому что он объединяет театр. Огромное вам спасибо, что вы взяли на себя бремя нести имя руководителя Народного театра в Иксе. С огромнейшей историей, конечно, больше 60 лет и уже на века. Дай Бог вам сил, дай Бог вам творческого вдохновения, здоровья, поддержки и блистать не один раз на сценах нашего округа и не только. Участвовать в фестивалях, развиваться, чтобы к вам приходили новые таланты и новые таланты не боялись себя дарить зрителю. С таким замечательным, добрейшим режиссером ничего не страшно. Спасибо большое, что вы есть. С праздником! Успехом вам и с праздником! С днем театра! Удачная вам премьера! Ну что ж, и сегодняшний день, и сегодняшний фестиваль, 10-й юбилейный, подтверждает, что театр в Иксе жил! Театр в Иксе жив! Театр в Иксе будет жить! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Это попозже... Добро пожаловать в Казахстан! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Встретимся! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Встретимся! АПЛОДИСМЕНТЫ Наша великая русская культура – это наше огромное достояние. Как известно, что Пушкин – это наше все. В исполнении воспитанников Народного театра юных мы сейчас покажем вам стихи Пушкина о природе. Аккомпанемент Чайковского. Если можно, фонограмму «Октября» Чайковского. Ну тогда и без проблем. Начинаем. Вот так задумаешь, что много, а все получше половину. Но наше северное лето – карикатура южных зим. Великнет и нет, известно это, хоть мы признаться не хотим. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Короче становился день, лесов таинственная сень. Печальным шумом обнажалось, ложился на поля туман, гусей трекливых караван. Тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора. Стоял ноябрь, уж у двора. Встает заря во тьме холодной, Нанимавшу в работу волк, Еще с волчихой голодной Выходит на охоту волк. Его почуя, конь дорожный Храбит, и путник осторожный Несется в гору во весь дух. На утренней заре пастух Не гонит уж короб из хлева. И сейчас полуденный в кружок Их не зовет его рожок. В избушке расплевая, Дева придет, И зимний друг ночей Трещит лучинка перед ней. В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, На третью в ночь. Проснувшись рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор. На стеклах легкие узоры, Деревья в зимнем серебре, Сорог веселых на дворе И мягко устланные горы. Зимы блистательным ковром, Все ярко, все бело кругом. И вот уже трещат морозы, И серебрятся в треть полей. Читатель ждет уже рифмы розы, На вот, возьми ее скорей. А прядь немодного паркета Блистает речка, Льдом одета. Мальчишек радостный народ, Коньками звучно режет лед. На красных лапках Гусь тяжелый, Задумав плыть по лону вод, Ступает бережно на лед. Скользит и падает, Веселый, мелькает, Вьется первый снег, Звездами падая на брег. Зима! Крестьянин торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка, Снег почуя, Плетется рысью, Как-нибудь, Бразды пушистой взрывая, Летит, кибит кодала, Димщик сидит на облучте, В тулупе, В красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, Салазки жучку посадив, Себя в коня преобразив. Шалом уж заморозил пальчик, Ему и больно, И смешно, А мать грозит ему в окно. Татьяна русская душою, Сама не зная почему, С ее холодную красою Любила русскую зиму. На солнце и не в день морозный, И сани, И зарею поздно, И сиянье розовых снегов, И мглу крещенских вечеров. По старине торжествовали В их доме эти вечера. Служанки со всего двора Про барышин своим гадали, И им сулили каждый год Мужьев военных и поход. Татьяна верила преданиям Простонародной старины И снам, И карточным гаданиям, И предсказаниям луны. Ее тревожили приметы, Таинственные все предметы, Провосглашали что-нибудь, Предчувствия теснили грудь. Жеманный кот на печке сидя, Мурлыча лапкой рыльца мыл, То несомненный знак ей был, Что едут гости. Вдруг увидим, Младой двороги рек луны На небе с левой стороны. Она дрожала и бледнела, Когда шпатучая звезда По небу темному летела И рассыпалась. Тогда в смятении Таня торопилась, Пока звезда еще катилась, Желание сердца ей шепнуть. Когда случалось где-нибудь, Ей встретить черного монаха, И быстрый заяц меж полей Перебегал дорогу ей, Не зная, что начать со страха, Предчувствий горестных полна, Ждала несчастья уж она. Что ж, Таня прелесть находилась, И в самом ужасе она, Так нас природа сотворила, К противоречию склона. Настали святки, Тотую радость, Гадает ветвенная младость, Которая ничего не жаль, Перед которой жизнь не дай, Лишь жить светла необозрима. Мороз на ночь, Все небо ясно, Светил небес, Небесных дивных пор, Течет так тихо, Так согласно, Татьяна на широкий двор В открытом плачется, Выходит, На месяц зеркало наводит, Но в темном зеркале окна Дрожит печальная луна. В чем снег хрустит, Прохожий, Дева к нему на цыпочках летит, И голосок ее звучит, Нежней свирельного напева. Как ваше имя? Смотрит он, И отвечает, Агафон! Сгонимы вешними лучами С окрестных гор уже снега, Сбежали мутными ручьями На потопленные луга. Улыбкой ясную природу Сквозь сон встречают утро года, Синее блещут небеса, Еще прозрачные леса Как будто пухом зеленеют. Чела за дальнюю полевой, Летит из келью восковой, Долины сохнут и пестреют, Стада шумят, И соловей уж пел Безмолвие ночей, Как грустно мне твое явление, Весна, весна, пора любви, Какое томное волнение В моей душе, в моей крови, С каким тяжелым умилением Я наслаждаюсь туманением Плитцом невеящей весны, На лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, И все, что радует, живит, Все, что ликует и блестит, Наводит скупу и томление На душу мертвую давно, И все окажется темно. Или не радуясь возврату Погибших осенью листов, Мы помним горькую утрату, Внимая ногу шум весов. Или с природы оживленной Сближаем думу смущенной, Мы увидание наших лет, Которого возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит Средь поэтического сна Иная старая весна, И в трепет сердце нам приводит Мечту о дальней стороне, О чудной ночи, о луне. И вот одна, одна Татьяна, Вставая с первыми лучами, Теперь она, валя спешит, И умиленными очами Их озерая, говорит, Простите, мирные долины, И вы, знакомые горь вершины, И вы, знакомые леса, Прости, небесная краса, Простишь и ты, моя свобода, Куда, зачем стремлюсь я, Что мне сумеет судьба моя. Ее прогулки для садови, Теперь то холмик, то ручей, Останавливает по неволе Татьяну прелестью своей. Она, как с давными друзьями, С вами рощами, лугами, Теперь беседовать спешит, Но лето быстро и летит. Настала осень золотая, Природа трепетна, Бледна, как жертвы пышно, Убрана. Вот север, тучи нагоняя, Вдохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, Клоками повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг холмов, Брега с недвижимым рекой, Сравняла пухлый пеленовый, Блеснул мороз, И рады мы проказом матушки зимы. Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутят, То, как зверь она заводит, То, заплачет, как дитя, То, по кровле отбетшал, Вдруг соломой зашумит, То, как путник запоздалый, К нам в окошко постучит, Наша ветхая лачушка И печальная темна. Что же ты, моя старушка, Преумокла у окна, Или бурей забываньем, Ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под жужжание Под жужжание Своего вельтена. Вспомни песню, как синица Тихо за мноем жила, Вспомни песню, как девица За водой поутру шла, Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутят, То, как зверь она заводит, То заплачет, как дитя. Мороз и солнце, день чудесный, Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись, Открой сомкнутый негой взорок, Навстречу северной авроры, Звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, Вьюга злилась, На мутном небе мгла носилась, Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи врачный жил села, И ты, печальная, сидела, А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, Великолепными коврами, Блестя на солнце снег лежит, Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь и не зеленеет, И речка подо льдом блестит. Вся комната агентарным блеском озарена, Весовым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, Но знаешь, не велеть ли в санке, Кобылку бурую запречь. Скользя по утреннему снегу, Вдруг, милый, предадим все бегу Нетерпеливого коня, И навестим поля пустые, Леса недавно столь густые, И берег, милый для меня. Ребята, девчонки из разных школ, Их объединяет в театру, Вот наш коллектив, Я очень рад, что они у меня есть, И девочки, И что я могу, чтобы им чему-то не получить. Самое главное, воспитать.